Готовимся к зиме. В Петропавловске идет масштабная реконструкция теплосетей. Сейчас в городе меняют трубы на первой и третьей магистралях. Они обеспечивают теплом большую часть города. Сюда входят значимые социальные объекты. На участках, где идет ремонт, побывала Кристина Горбаченко. Улица Габита Мусрепова перекрыта. Мера эта вынуждена. Здесь идет строительство первой магистрали и реконструкция старой теплотрассы. Трубы диаметром 800 миллиметров меняют на большие, современные. Под землей проложат 200 метров. Еще 1600 отремонтируют на поверхности. Работу выполняет такмолинская компания АП «Импекс» и ее несколько субподрядчиков. Значит, 11 августа планируем в течение 10 дней закончить. Значит, магистраль идет под землей в железобетонных узлах. Прокладывается новая магистраль. Тысячка. Значит, переход сам размером 18,5 метров по длине. Вот так. Также идет реконструкция перехода диаметр 800 трубы. Это старая магистраль. Новые трубы прослужат не меньше четверти века, обещают строители. В этом году на первой и третьей магистралях заменят почти 3 километра. По программе развития и строительства инженерной инфраструктуры затратят 3 миллиарда тенге. Это республиканские и местные средства. Всего же в Петропавловске протяженность теплосетей 236 километров. Больше половины из них изношены. Чтобы привести систему в порядок, ежегодно нужно вкладывать значительные средства, говорят энергетики. Предприятие само разработало сейчас инвестпрограмму на 5 лет и готовится выйти с тарифом для того, чтобы самим проводить модернизацию и реконструкцию своих сетей. В этой части предприятие работает с Европейским банком реконструкции и развития. Рабатывается вопрос о привлечении займа этого банка в размере 4,6 миллиарда тенге на реконструкцию и модернизацию сетей. Кроме того, в Петропавловске идет работа по программе Нурлыжол. Полтора миллиарда тенге направят на подведение теплотрассы к Дворцу спорта и на строительство насосной станции по улице Партизанской. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, Новости МТРК.